здравствуйте друзья сегодня у нас снова в гостях сона специалист по подбору языковых курсов и эта тема как никогда актуальна сейчас очень многие страны дают возможность приехать на обучение да несмотря на то что границы закрыты с целью туризма при этом можно приехать поучиться для тех кто планирует например поступление вуз там высшее учебное заведение на какие-то курсы профильные да то есть можно начать языковых курсов да вообще свой миграционный путь всегда можно начинать с языковых курсов сегодня всем обсудить тему это англия и мальта какие у них отличия вообще в каких конкретных случаях ехать лучше в англию каких на мальту и там и там английский язык да но тем не менее приветик сона спасибо что уделила время спасибо за приглашение давай тогда пару слов про англию про мальту а потом перейдем вот к тому какие у них отличий но если мы рассматриваем на сегодняшний день как ты правильно уже сказала да несмотря на то что границы закрыты для туризма но при этом для обучения границы открыты можно подаваться на визу именно с целью обучения в англии сейчас в англии практически во всех странах мира открыты визовые центры в россии в украине вообще практически во всех странах снг в том числе и европе да и европы еще легче туда попасть то есть самое главное это просто определиться когда вы хотите уехать если мы рассматриваем ближайшее время поездки это то есть примерно я так предполагаю до весны в любом случае есть карантин но при этом школы предлагают шикарнейшие вообще акции да там бесплатное проживание во время карантина онлайн обучение бесплатно то есть делают все чтобы человек во время карантина этот период но не тратит вот что касается по поводу мальты на мальте сейчас наверное легче европы попасть потому что да ну если мы в ближайшее время рассмотрим на мальту нельзя из россии потому что ну закрыты границы и визовые центры закрыты пока вот на мальту не можем делать визу это обычная шенгенская виза ничего такого сложного нет вот но если на будущее рассмотреть если уже рассмотреть когда карантина не будет дай бог все будет хорошо все будет открыто границы то тогда выбор между англии и мальтой я так скажу англии это вообще я ее называю родина английского языка да то есть для меня это как мама английского языка мальта это страна которая была колонией англии да очень долгое время естественно у них английский является вторым основным национальным языком там абсолютно все говорят на этом языке просто есть люди которые допустим вот если летом вы хотите совместить приятно с полезным море пляжи хорошая погода жара тепло ну и при этом как бы обучаться да улучшить английский язык это мальта находится рядом с италией от школы очень интересные классные экскурсии в италию то есть буквально 30 минут на пароме и светилия здравствуй то есть как бы можно совместить такое путешествие по евросоюзу будучи находясь на мальте англия это с точки зрения если человек именно едет конкретным скажем так направлением что я хочу с целью именно обучаться мне без разницы вообще море пляжи я хочу на британцев это уже тогда да если человек такой прям вот хочет британский английский это тогда конечно англия потому что на все-таки у них есть такой свой английский да такой немножко отличается от британского окей ну смотри правильно ли я вообще понимаю что мальта это наверно такой более бюджетный вариант и наверное может подойти для тех да кто хочет скажем на этом этапе изучения языка сэкономить да потом уже двигаться дальше там скажи вот подойдет ли мальта например для тех кто готовится там кайлсу или кто его абсолютно правильно ален это спасибо вот это само одно из самых важных моментов которые опустила да это самый бюджетный вариант мальта это это во первых евро в отличие от англии потому что в англии фунты а фунты в любом случае да по курсу выше а по поводу той фол той фол я всегда рекомендую исключительно подготовку в америке потому что это американский экзамен и вот правда я всегда рекомендую подготовку там можно конечно можно на майке есть подготовка и к экзамену ielts и экзамену той фол но если очень нужно конечно то есть можно сделать группы там неплохо но в целом конечно я в любом случае рекомендую всегда люди которые едут в европу в англии мальте выбрать айлс именно качество преподавания да скажем так этих экзаменов потому что это у них родное все поэтому конечно они преподают идеально а так на мальте да можно абсолютно и подготовка кайлсу и той фол и бизнес английский и кембриджская линейки экзаменов которые нам нужно для подтверждения уровня языка и так далее а на мальте очень много школ очень много школ с огромным количеством школ мы сотрудничаем есть дорогие школы есть более бюджетные школы это уже я когда общаюсь со студентом я рассказываю плюсы этой школы да и минусы той школы которые там более бюджетные так далее уже выбираем понравится да ну ты правильно заметила тоже что это скорее всего такое совмещение отдых и обучение потому что меня на практике тоже на ездила не один раз на мальту сама не обучалась но мне обучалась там дочка и мы именно хотели вот совместить отдых пляж как ты сказала и обучение да чтобы не потратить скажем время зря даром да то так валяешься на пляже до время ухода здесь как бы и учишься да я думаю что совершенно верно но в любом случае например мне кажется что люди которые четко четко уже там поставили свои цели знаю там какой-то конкретный вуз или там для работы нужно да наверное это нужно такие страны посерьезнее на выбирать англия сша ирландия может быть а мальта действительно для таких новичков кто хочет вообще впервые вот что-то такое попробовать для себя новенькое и либо совместить либо может быть просто углубиться но при этом хорошей обстановке можешь примерно прикинуть вообще по ценам на что можно рассчитывать если это мальта давай знаешь давай в долл в долларах договорить или или в евро давай в евро да потому что когда мы например говорим что-то в рублях не всем понятно ну примерно если мы начнем от и до скажу да такие бюджетные школы примерно можно найти там 500-600 евро такие бюджетные есть конечно хорошие школы то есть это какие-то большие сети популярные известные большая школа локация очень важно для школы и так далее это в районе там 900-1000 евро в месяц правильно это мы называем тебе цены на две-три недели да то есть а если например там на две недели образно говоря выбрать такой бюджетненький бюджетненькую школу да например 400-500 евро обойдется да то есть это такой бюджетный вариант потому что в любом случае я я говорю я всегда рекомендую определенные школы а там уже если студент не согласен там нет я хочу более бюджетный я соответственно уже как бы подстраиваюсь но так можно ориентироваться от 500 до 1000 евро абсолютно спокойно полететь туда уже включено будет трансфер встреча в аэропорту обучение также цена еще и зависит от интенсивности до курса какой курс общий английский допустим стоит дешевле да если по 3 часа в день бизнес английский стоит дороже подготовка к экзамену стоит дороже то есть уже важно понимать просто у студента что ему хочется да то какой определенный курс уже идет поэтому если будут запросы если людям интересно пожалуйста обращайтесь удовольствием все расскажу рассчитаю информацию отправлю на почту более подробно уже обсудим супер да но я могу тебе сказать что по ценам это нового вообще не дорого ни разу да потому что в европе да и если например взять ту же самую голландию да там цены совершенно другие несмотря на то что английский там у них как бы идет как второстепенный язык тем не менее там тоже много языковых школ но цены там совершенно другие потому что я считаю что если это бюджетный вариант окей хорошо и давай тогда для сравнения по англии да на что мы можем рассчитывать по англии если мы едем но скажем ну месяца на два мне кажется вот две-три недели это ну действительно отдых какой-то да если мы едем учиться наверное все таки лучше у двух месяцев вообще да абсолютно если цель есть именно улучшить свой английский то есть если ты едешь не стелью просто до совместить там отпуска да скажем так и просто 2-3 недели там поваляться на пляже ну и плюс учиться здесь и человек ядет я реально уже с целью там улучшить свой английский подготовиться к экзамену абсолютно правильно от двух месяцев а желательно и больше да то есть есть возможность на три на четыре а полгода это вообще в идеале просто поехать. Но если мы рассмотрим уже начиная от двух месяцев, допустим, если мы с вами берем там Англию, уже надо рассчитывать, ну, в районе от 200, 2500 евро примерно, да, уже, и опять-таки, это вот от бюджетных самым каким-то известным, популярным каким-то школам, да. В Англии вариантов еще больше. То есть если на Мальте есть, допустим, там определенное количество школ, в Англии их просто немеренное количество, просто невероятное количество. Поэтому цены очень сильно разнятся в Англии. Здесь очень важно просто опять-таки пообщаться со студентом, понимать цель поездки, какой вид проживания выбирает, какую интенсивность выбирает, какая школа, ну, то есть и так далее, и так далее. То есть уже как бы четкий расчет я смогу сделать уже, когда понимаю реально, что нужно именно данному студенту. Знаешь, вот хочу еще заметить, все-таки Англия, да, помимо того, что человек будет обучаться в школе, он будет непосредственно иметь практику, да, вот в повседневной жизни. Абсолютно. Про Мальту я могу сказать, что это не совсем так, потому что там идет основной язык, это мальтийский, то есть они на английском все разговаривают, это тоже официальный язык, но тем не менее они начинают разговаривать на английском, там, скажем, в магазинах, в банках и так далее, когда ты с ними начинаешь по-английски. Да, то есть если приходят мальтийцы, да, они начинают разговаривать на мальтийцам, и ты такой стоишь и слушаешь их мальтийский язык, да, ну, это было несколько лет назад, по крайней мере, это то, с чем я лично столкнулась, да, ну, опять же, да, где-то английский, где-то мальтийский, короче, ты учишь два языка, можно так сказать. А он на итальянский похож, поэтому еще такой, с весь итальянский. Да, 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 и ты такой слушаешься, да, ну, это тоже, знаете, хорошо, да, слушаешься, какой там язык начинаешь уже, да, поэтому Англия, конечно, здесь, начиная, как ты только с аэропорта выходишь, все, практика пошла. Абсолютно, абсолютно. Здесь я говорю, поэтому здесь очень важно понимать мотивацию студента, с какой целью человек летит. Если первая поездка, да, хотелось бы вообще попробовать, что это, как это все происходит, на две неделечки там и так далее, можно начать с мальтийцы, но если уже есть реально цель обучения, то есть вы реально хотите улучшить свой английский, практика и все остальное, вообще аудирование, да, то есть понимание языка, абсолютно точно, это Англия. Ну, Англия, Америка и так далее, но мы сейчас, конечно, больше акцент делаем на Англию, потому что и по визе в Англию намного легче попасть, нежели, да, в любые другие какие-то такие англоязычные страны. Ну да, Мальта как раз-таки еще может подойти родителям, которые хотят отдохнуть, а их дети будут учить. Абсолютно. Абсолютно правильно. Там есть все школы, предоставляют не только взрослые программы, но и детские программы, начиная от семьи, от шести даже лет есть школы, которые принимают. То есть можно оставить ребенка реально в школе, там они обучаются, развлекательная программа, их развлекают и вечером забирать. А можно вообще оставить, чтобы они жили в кампусе от школы, да, чтобы была больше практика, а родители в это время отдыхают. Супер. Да, я уже хочу вот так сделать, поскорее бы все это стабилизировалось, да. Да, ладненько, спасибо большое, да, не будем перегружать никовой информации, действительно, тема очень актуальная, интересная, у кого возникают какие-то вопросы, пожалуйста, оставляйте заявку на сайте, внизу будет ссылочка, также подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Ну а мы с вами прощаемся до следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok